Привет, друзья! Практически каждый из нас видел зеркала и картины в доме, которые висят под углом, а возможно у некоторых они так и висят до сих пор. Особенно подобное распространено в сельских домах. А вы задавались вопросом, почему именно так вешают картины и зеркала, а еще иногда и фотографии? Давайте разберемся! Традиция эта достаточно давняя, и возникла она задолго до появления СССР. Родиной ее является царская Россия. Хотя не только в России картины крепились к стене именно таким способом. Что же касается зеркал, то когда их стали вешать под углом, точно информации нет. Если размышлять логически, то производство зеркал наладилось сравнительно недавно. Для того времени технология их производства была очень сложной. Естественно, это отобразилось и на ценообразовании. Готовые изделия стоили очень дорого. Главное не разбить. Вернемся к царской России. Тогда настенное большое зеркало было удовольствием не из дешевых. Простому рабочему за него нужно было отдать несколько своих зарплат. Соответственно, позволить себе такое приобретение могли не все. В основном люди использовали осколки. Те, кому удавалось приобрести дорогостоящий предмет, относились к нему бережно и аккуратно. Чтобы случайно не разбить, его старались повесить максимально высоко. Если вешать стандартным образом, то посмотреть в него будет невозможно. Единственный выход из ситуации – повесить под наклоном. В этом случае можно спокойно рассмотреть свое отражение. Позже зеркала в Союзе стали делать на многих заводах. Их производство было поставлено на поток. Купить себе одно, а то и несколько зеркал могли абсолютно все граждане. Но привычка и традиция – вещь серьезная. Избавиться от нее не так-то и просто. По инерции расположение зеркал осталось прежним. Фото и картины Кроме зеркал, подобным образом вешались фотоснимки в рамках и картины. Немало искусствоведов и сегодня считают, что картины больших размеров следует вешать исключительно под углом. В этом случае на полотне будет гораздо меньшее количество бликов, а зрителю проще рассмотреть детали произведения. Интересные факты о Советском Союзе 80% мужчин, которые родились в СССР в 23-м году, не пережили Вторую мировую войну. Практика распространения новостей о бедствиях Советского Союза в других странах была настолько обширной, что после просмотра репортажей по советскому телевидению о катастрофе за рубежом, россияне звонили западным друзьям, чтобы узнать, произошло ли что-то в Советском Союзе. Во время Холодной войны Советский Союз мог распознать поддельный советский паспорт, потому что скобы в реальных паспортах разъедались из-за низкого качества металла. В Советской России заключенным делали татуировки Ленина и Сталина, потому что охранникам не разрешалось стрелять по изображениям национальных лидеров. Немецкое вторжение в Советский Союз привело к 95% всех потерь немецкой армии, которые произошли в период 41-го по 44-й год. СССР не признавало, что в Чернобыле взорвался реактор, до тех пор, пока АЭС в Швеции не подняла тревогу из-за сильной радиации после трех дней созрыва. Во Второй мировой войне немецкие солдаты прозвали Советский женский бомбардировочный полк ночными ведьмами. Для успешного бомбометания ведьмы перерезали двигатель своего шумного самолета. Бесшумно скользя по воздуху, они выпускали снаряды до того, как враг их замечал. Вот так вот. Редактор субтитров А.Семкин